Народ, всем экономичный привет! Я снова рад вас видеть на канале для взрослых адекватных людей. Заглох? Завелся! Раньше это было признаком водителя-новичка, сейчас же наличием системы старт-стоп в вашем автомобиле. Под давлением экологов инженеры вынуждены постоянно внедряют самые разнообразные системы, которые призваны снизить расход топлива и как результат вредные выбросы в атмосферу. Одна из таких систем старт-стоп или стоп-старт, что будет правильнее. Почему она активно применяется на современных автомобилях, в чем ее плюсы, в чем ее минусы и самое главное, почему она так не нравится водителям. Давайте вместе будем сегодня разбираться. Поехали, парни! На самом деле старт-стопом называют все системы подобного рода, хотя в действительности, в зависимости от марки и модели автомобиля, конструктивно этот функционал может быть реализован совершенно по-разному. Соответственно и эффективность тоже может очень сильно различаться. При этом принцип действия будет общий. Глушить двигатель при каждой остановке, экономя при этом топлива и снижая выбросы в атмосферу, звучит в целом неплохо. Но, как водится, есть маленькие нюансы. Во время остановки система не просто глушит двигатель, а руководствуется четкими алгоритмами. Для этого снимаются показания с датчиков вращения коленчатого вала, учитывается энергопотребление и степень заряда батареи, конечно же температура забортного воздуха и еще множество других параметров. Питание электрических потребителей не отключается, и у вас по-прежнему будет работать магнитола, климатическая система и все возможные электронные потребители. Как только уровень заряда аккумулятора упадет до определенного минимального значения, система автоматически отключается, равно как и при слишком низкой температуре воздуха или охлаждающей жидкости. Кстати, первые системы отключения двигателя появились еще в 70-х годах прошлого века, и впоследствии успешно применялись на автомобилях Toyota, Volkswagen, Fiat и Citroen. Правда, тогда они не стали массовым явлением, как сейчас. Внедрение старт-стоп стало настоящей головной болью для инженеров-двигателистов. Да и бесплатного сыра, как вы понимаете, не бывает. Как бы странно это не звучало, за возможность экономить нужно сначала заплатить. И заплатить немало. При использовании системы старт-стоп многократно возрастает число циклов запуска двигателя, что в свою очередь предъявляет повышенные требования к мощности аккумулятора, генератора и стартера. Поэтому классический свинцовый аккумулятор не сможет долго выдерживать десятки, если не сотни, запусков двигателя в день. Именно поэтому на машинах с системой старт-стоп в большинстве случаев применяют батареи, изготовленные по технологии AGM. Они имеют низкий саморазряд, не требуют какого-либо обслуживания, не боятся глубокого разряда и способны как быстро отдавать, так и принимать большое количество энергии. Но и стоимость такого аккумулятора будет заметно выше. А вот подобрать дешевый аналог при необходимости его замены будет в общем-то непросто. То же самое касается и стартера. В режиме старт-стоп запусков может быть сотню в день. Естественно скорость износа механизма при таких нагрузках возрастает. Конструкцию пришлось усиливать установкой более мощных опорных подшипников, изменением материала шестерни, использовать многослойные щетки, что сразу, как вы понимаете, отразилось на его стоимости. А новая эволюция стартеров под систему старт-стоп вообще подразумевает постоянно включенный стартер. Расцепление шестерен не происходит. Он проворачивает коленвал при запуске, а далее работает как генератор. Цена подобного стартер-генератора, как вы понимаете, тоже совсем не гуманная. Кстати, генератор будет тоже увеличенной производительности. Это также может касаться и приводного механизма ремня и роликов. Необходимость провернуть коленвал с находящимся на нем в состоянии покоя маховиком создает огромное давление на коренной подшипник и вкладыши шатуна. Поэтому для снижения трения пришлось наносить полимерные покрытия на коренные шатунные вкладыши коленвала. Использовать более мощный коренной подшипник. Ну а вибрацию при запуске поглощают усиленные подушки крепления двигателя. Потому как запусков стало больше, изнашиваться они будут быстрее. Друзья, мы с вами много говорим о грамотной эксплуатации и техническом обслуживании автомобилей. И я рад сообщить вам, что теперь вы можете приобрести у нас не только качественные рецептуры моторных масел, но и качественные автомобили напрямую с аукционов Японии или Южной Кореи. Наша команда поможет выбрать автомобиль под ваши цели, задачи и бюджет. Купим, привезем, растаможим и доставим в ваш город. Вам останется только поставить автомобиль на учет и ездить. Также расскажем про технические особенности именно вашего автомобиля. Какие масла и бензин лить, как часто менять и все то, что потребуется вам для позитивной ежедневной эксплуатации. Подписывайтесь на наш канал Япония Экспортомс, где я показываю автомобили, которые мы уже привезли нашим подписчикам и клиентам. Там же можете почитать отзывы. Ссылки я оставлю в описании под видео. Подпишитесь, пригодится. Стоимость же технических решений для двигателей с турбонаддувом дополнительно задирают вверх компоненты, которые призваны предотвратить закоксовывание масла в подшипниках турбокомпрессора. Это дополнительные температурные датчики, которые не позволяют отключать двигатель при достижении турбиной определенной температуры. Это электромаслонасос и электропомпа, которые подают смазку и охлаждающую жидкость к турбине даже после остановки двигателя. Это важно. Впрочем, в зависимости от автомобиля и вариантов исполнения системы, старт-стоп вовсе может не учитывать режим движения перед остановкой и готов заглушить двигатель даже после динамичной езды на высоких оборотах и под хорошей нагрузкой. Спасибо за это не скажет даже атмосферник. Про турбомотор говорить даже нечего. Автопроизводители в целом в этом проблемы не видят. То ли полагают, что подобные режимы редкость, то ли знают, что гарантийный срок двигатель все же выдержит. Но я все же рекомендую во время отжига выключать систему старт-стоп, чтобы не мучить мотор резкой остановкой. В целом, с надежностью и ресурсом всех этих деталей массово проблем нет. Весь вопрос в том, что внедрение такой системы, которая по идее должна экономить ваши деньги на топливо, сначала забирает их в гораздо большем объеме для производства такого автомобиля. Ну а как известно, любая технология стоит денег. При этом далеко не всегда она окупается. В случае с системой старт-стоп на то, чтобы отбить ее наличие, вам потребуется отъездить на автомобиле не одну сотню тысяч километров. А с учетом массового внедрения подобных систем даже в бюджетные авто, экономия и вовсе получается сомнительной. Ну а может быть такая система позволит экономить второму или даже третьему владельцу? Конечно позволит! Ровно до того момента, пока не потребуется замена АКБ или, не дай бог, стартер-генератора. Все, что наэкономила система, придется отдать за более качественные и дорогие комплектующие для ремонта. А то и больше. Кстати, а что у нас там с экономией? На что мы с вами можем рассчитывать? Заявляемая автопроизводителями самая оптимистичная экономия топлива от 2 до 10%, которая получена при проведении стендовых, даже недорожных испытаний по европейскому циклу запаса хода NEDC, который в 2017 году сменили на более реалистичный WLTP. Но так или иначе, при толкании в городских пробках с частыми остановками, заторами, светофорами, с помощью системы старт-стоп реально сэкономит плюс-минус пол-литра топлива на 100 км пути. Правда, при реальной эксплуатации, например, дизельного 2-литрового Volkswagen Passat, который показал снижение расхода топлива аж на 100 мл на 100 км пути. Но это не все вопросы, которые есть к этой системе. Многим водителям не нравится, что старт-стопные автомобили откровенно спят на перекрестках. Да и с экономией топлива, как мы поняли, уже получилась беда. Журналисты немецкого AutoBuild взяли на тест 15 автомобилей с системой старт-стоп и поставили простейший эксперимент. Они решили замерить задержку старта со светофора. Иными словами, в расчет брали время разгона машины до 20 км в час при включенной и выключенной системе. В первом случае двигатель на светофоре был обесточен автоматикой, а во втором работал на холостых оборотах, как обычно. И что же получилось? К примеру, до зачетных 20 км в час Mazda CX-3 разгоняется с автоматикой за 3,15 секунды. Хотя без нее делает все то же самое всего за 1,5 секунды. Система ухудшила разгон вдвое, скушав 1,61 секунды. Что на забитом перекрестке просто вечность. Немногим лучше дела шли у Volkswagen Polo. Задержка составила 1,48 секунды. Ну а Hyundai i30 задержался на светофоре дополнительно на 1,12 секунды. На этом фоне потеря всего лишь в 20% выглядит уже шикарно. Именно так показались и Audi A4 и Porsche 911 Carrera. Ну а Mercedes-Benz GLS 250 4Matic вообще красавчик. Он задержался на светофоре всего на 0,08 секунды. Но и стоимость такого автомобиля сами понимаете. Но что самое интересное, будущих владельцев подобных автомобилей никто не предупреждает о подобном ухудшении динамики. А на оживленных перекрестках это может быть очень важно. Вы просто платите деньги за инновации, радуйтесь. И не думайте о том, сколько природных ресурсов дополнительно угробили при производстве всех вот этих вот наворотов. И сколько плюсом за это вам придется заплатить. Система старт-стоп нужна только производителям автомобилей. Она помогает им вписаться в жесткие экологические требования при прохождении стендовых испытаний. Все, никакой другой функции она не несет. Ну а расплачиваться за всю эту радость придется владельцам хорошо поездивших автомобилей. Переплачивая за более дорогой аккумулятор, ремонт или замену стартера, либо реверсивного генератора. Поэтому на своих автомобилях эту систему я сразу отключаю либо программно, либо принудительно. Впрочем, как и эко-режим. Это еще одна очень интересная функция, но о ней мы поговорим в следующий раз. Поэтому подписываемся на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И вы, вероятно, скажете, Артем, хорош, хорош наговаривать. Автопроизводители, они не дураки. Инженеры все рассчитали. Кстати, я очень часто слышу эту формулировку. Но, друзья мои, остается один вопрос. Они, конечно же, все рассчитали. Только рассчитали в чью пользу? Не забывайте, что автобизнес в первую очередь остается бизнесом. И основная цель бизнеса – это зарабатывать деньги, ну а в нашем случае продавать как можно больше автомобилей. В 21 веке уже никто больше не производит автомобилей, которые могут ездить годами, десятилетиями и наезжать за это время многие тысячи километров. Сейчас все очень жестко лимитировано. Хочешь ездить? Без проблем – покупай новый автомобиль. А не хочешь – переплачивай втридорого за запчасти и мучайся с модульным ремонтом. Ничего личного, друзья. Просто бизнес. Берегите себя, берегите своих близких, подписывайтесь на канал. Ну а мы скоро увидимся. До встречи.